Здравствуйте, дорогие друзья! Согласно еврейской традиции, которая насчитывает более трех тысяч лет, Бог не только сотворил этот мир, но и научил свои создания тому, как следует жить в этом мире. И это божественное учение, которое Он передал человеку, называется Тора. Следуя законам, человек получает благословение, нарушая неприятности. Расскажу короткую историю по мотивам услышанного мной отравы Одессы. Это произошло в одной из марокканских общин. Земля потрескалась, был страшный неурожай, люди практически были на грани вымирания. Никакой, ни тучки, ничего, все люди молили о дожде, но ничего. Равин молился, тоже ничего, хотя очень праведный был человек. И вот однажды небеса открыли ему причину происходящего. Ему повелели провести общественную молитву, собрав все жители города. Но она будет действенная только, если Хазаном будет Хайм-лавочник. Ну это такой совсем простой еврей, которого особо и не знали. Ну Равин решил, что сны пустое, говорят. На следующий день ему опять приснилось, опять. И наконец он понял, что на третий раз, что это судьбоносный какой-то сон. Тем более, что жара только усиливалась. Сказал он, собрал людей, сказал собраться всем абсолютно в синагоге, дети, женщины, всем. И вот в чем дело, да, и вот сообщает он, говорит. Да, сейчас будет молитва, которая должна все решить для нашего города, для всех. Но я приглашаю, обращается он к Хайму-лавочнику провести молитву. Ну это просьба всех поразила, потому что, кстати, Хайма тоже, потому что он очень простой человек. Он спрашивает у Равина, вы хотите меня позорищем сделать тут? Рав настаивает и говорит, я повелеваю Хайм тебе выйти и начать молитву. Тот понял, что ему не удается избежать возложенного на него такого тяжелой миссии. Поворачивается и выбегает резко из синагоги. Ну все стоят, уверены абсолютно в том, что это стыд или смущение, или что там. И он убежал, и ждут, кого назначат вместо него, а Равин молчит и ждет. Через пять минут Хайм возвращается и держит в руках весы. И это весы из его лавки, большие такие, знаете, как раньше были такие, с гирьками. И вот он решительными шагами поднимается на место Хазана и громко говорит. А все смотрят, что происходит? Он говорит, Бог, много лет назад я узнал, что две чаши весов соответствуют двум буквам Гея твоего великого четырехбуквенного имени. Коромысло в середине, на котором они висят, символизирует букву ВАВ. А ручка, за которой держатся весы, букву ЮТ. Вот такое четырехбуквенное, это отражение твоего имени на земле. Отец Небесный, ты свидетель, если я хоть раз в жизни обвесил на этих весах, осквернив твое имя, то испепели меня здесь. А если я никогда в жизни этого не делал, то верни людям дождь, потому что ты видишь, твои дети погибают. И начал молитву Минха. И как только началась молитва, вдруг начался сильный ветер, начался дождь, люди вообще не поверили. Выскочили во двор, колоссально смотрят, все, льется вода. Впоследствии Арвин выяснил, что все городские торговцы, ну немножечко там, немножечко, да, то обвешивали, то отмеривали, там не так. Все, кроме Хайва. И стало понятно, почему именно он должен был попросить Творца, и почему его молитва открыла небеса. Грабеж и обман ненавистны Всевышнему и приводят в этот мир беды. А потом человек задает вопрос, за что, почему Бог сделал так, почему война, почему беда, почему болезни. Ну, по словам царя Шлома, Бог даже в вечность вложил в сердце человека. Это книга Каэлит. То есть мир является отражением сердца человека в человеческих поступках. Что мы делаем, такой мир, когда человек грубый, какой-то там, невежественный, мир получает эти все его качества. К сожалению, мы сами создаем все условия пребывания в этом мире, который, да, нам дарован, но дарован для того, чтобы мы его не убивали. Вернемся к началу урока быстренько. У каждого из нас есть свой ковчег. Это то время, которое мы выделяем для духовности, для молитвы, для Торы. Так же, как и Ной с семьей вошел в ковчег, чтобы укрыться от потопа, мы можем сегодня укрываться от потопа, который несется со всех сторон. Однако, самое важное не забывать, что когда мы входим в ковчег, мы входим в него только ради того, чтобы потом выйти. Так же, как Бог велел Ноху выйти из ковчега, он повелевает каждому человеку сегодня выйти с какими-то знаниями, которые он приобрел, хотя бы одним уроком. И нести это в мир, очищая его. Может, каждый будет хороший там, ну и что, к чему это приведет? В разрушенном мире никто не будет разбираться, кто прав, кто виноват. Если допускать ситуацию, что мы что-то выучили, идем, несем это в мир, мы не должны повторять ошибку Нооха. Не надо делиться духовностью. Когда свечки прикуривают и зажигают другую, эту свечку зажигают, ничего не теряет, ни одна, ни вторая только приобретает. Это главный урок нашей недельной главы. От нас зависит мир. Брахавы от слаха. Брахавы от слаха. Продолжение следует...